Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетом Ильжа Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в настоящий симулятор жизни, в котором я рожусь ребёнком, логично, и должен буду прожить всю жизнь до глубокой старости. Игра называется Groving Cup, и если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Привет! Ну здорово! Добро пожаловать в этот мир! Привет! Этот мир прекрасен. Почти всегда. Скоро вы появитесь на свет в семье двух прекрасных родителей. Хотите увидеть их прямо сейчас? Нет, пускай это будет сюрприз. Кстати, игру посоветовал мой друг Файренес из Дискорда, и вступайте в наш Дискорд, он офигенный, там уютно, там классные люди, и я там сижу постоянно, ссылочка будет в описании. Хорошо, вы увидите их совсем скоро. Совсем недавно они узнали ваш пол, мальчик или девушка. Ну, с одной стороны, прикольно было бы сюрприз увидеть, но давайте играть за пацана, блин, я хочу быть мальчиком. Уж извините, я человек старых убеждений, поэтому я мальчик. Верно, вы будете мальчиком, спасибо. Эй, посмотрите, они пишут вам письмо, а ну-ка. Дорогое дитя, нам так не терпится поприветствовать тебя в этом мире. Мы хотим научить тебя стольким вещам, например... Сострадание, это хорошо, но суть-то в выживании, поэтому выбираю стойкость. Мы хотим подготовить тебя ко всему, с чем тебе придется столкнуться в жизни, чтобы тебе хватило упорства для достижения своих целей. Спасибо. Расти большим, здоровым и... Умным или... Блин, а почему нельзя быть умным и творческим? Почему я должен выбрать что-то одно? Полно умных, творческих людей? Ну, я бы не знаю, но... Мне кажется, ум полезнее все-таки. В мире столько всего интересного, пусть твое любопытство никогда не иссякнет. Обещаем быть тебе лучшими родителями. Мы будем заботливыми и понимающими. Я думаю, и то, и то опять же важно, но понимание, наверное, своего ребенка важнее, чтобы родители понимали, чего он хочет и шли навстречу. Мы будем поддерживать тебя во всех твоих решениях и начинаниях. Это круто. Так и должно быть. Если ты окажешься в беде, ты всегда можешь обратиться к нам. Если ты упадешь, мы поможем тебе подняться. Если ты достигнешь успеха, мы будем первыми, кто тебя поздравит. Нам не терпится поскорее встретиться с тобой. Интересно, каким человеком ты вырастешь? Крутым, умным и выживающим. Какое чудесное письмо. Давайте больше не будем томить их ожиданием. Настало время явить себя миру. Добро пожаловать в Гровинг Апп. Вы только что появились на свет, и у вас впереди целая жизнь. Но сначала выберите себе имя. Ну, звать меня будут Олег. Почему бы и нет? Кто понял, тот понял. Заходите в Дискорд. Да, там поймете. С каждым ходом вы будете расти, и вашей задачей будет изучать новые навыки. Каждый новый навык требует определенного количества очков. Знания для изучения. И у вас достаточно знания, чтобы выучить ваш первый навык. Ползание. Нажмите на эту кнопку. Я научусь... Олег, который уме... А че я это? Я вроде... Я ж вроде... Я ж светлый, да, вроде? Ну, я теперь умею ползать. Это полезный навык. Отлично, вы изучили ваш первый навык. Пора тренироваться. Ну, а теперь можно перемещаться в игру Фэт Бэби и просто разрушать город. Еще научиться бы кувыркаться. И поедать всякое. Вы можете тренировать изученные навыки, добавляя их в график. Нажмите на эту кнопку, чтобы открыть график. Подожди. Отлично, вы заполнили одну из ячеек графика навыком ползания. А, это тренировка навыков. Все, я понял. Не вдуплил что-то. Ну, давайте все три пункта заполним. Других навыков у нас нет. Ну, и вот я ползаю. Ура! У меня есть заяц. Но почему я так... Я же светлее должен быть. Вроде как. Ну, ну, ладно. Какой вырасту, так кем вырасту? Какая разница? Награда за освоение. Понятно. Все люди, они... Ну, елки-палки. Смотри, скорее, кажется, Олег хочет поползти. Ползти вперед? Перевернуться или ползти назад? А я буду переворачиваться. Вы переворачиваетесь вокруг своей оси. Ах, энергичный ребенок. Доступны новые навыки. Ходьба и речь. С каждым ходом вы будете становиться немного старше. Ваш текущий возраст отображается в вашем профиле. Как только вы достигнете 18 лет, вас ждет финальный экзамен, который определит, кем вы станете. Для изучения доступны новые навыки. Да можно я уже поиграю, а? Каждый новый навык привязан к одному из пяти атрибутов. Чтобы снизить стоимость знания навыка, просто соберите больше атрибута, к которому он привязан. Вы можете получить больше атрибутов, развивая свой мозг. Нажимаете на нейроны, чтобы собирать атрибуты. Каждый собранный атрибут понизит стоимость знания, привязанного к нему навыка. Продолжайте собирать атрибуты, пока не кончатся очки извилин. Так, ну давайте, давайте тогда телосложение выберем. Потому что это важно для ребенка. Чем крепче я буду, тем раньше смогу ходить, по идее. Логично? Логично. Так, ну а дальше придется уже интеллект прокачивать. Так, 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 так. Ну я что-то тупой получаю. Сильный, но тупой. Давайте интеллект тоже вкачивать. Так, телосложение 40, интеллект 20. Ну давайте, вот так, вот так. Хочу балансировать все-таки. Ну и давайте напоследок телосложение. Вы потратили все очки извилин. Нажмите на кнопку назад, чтобы выйти. Теперь у вас достаточно очков. Ну давай прокачаем ходьбу. Да, я понял. Что дальше-то? А, сюда нажимать. Изучен новый навык. Так, я могу лазать по шкафам и играть с родителями. Хочу лазать по шкафам. Теперь у вас достаточно... Да я понял, что ты мне пять раз игра говоришь. Вот бесит, когда игрока считают совсем уж тупым. За руку будут вести меня долго еще? Ну как бы основы объяснили. Строительство пирамид. Да, ну я понял. Так, меня уже этому обучили. Игра. Ладно, я буду учиться ходить. И разговаривать. Спасибо. Немного походили. Отлично. И немного поговорили с яблоком. А потом поплакали. Почему бы и нет? Ну, награда за освоение есть. И отлично. Детка, быстрее. Олег сейчас делает свои первые шаги. Побежать. Покрутиться вокруг себя и упасть. Не хотелось бы мне падать. Ну давай, покрутимся, попадаем. Вы крутитесь вокруг себя и падаете. Не знаю, что это было. Но это что-то было первым. Лазанье по шкафам. Строительство пирамид. Так, ну это я, друзья. Знакомьтесь. Олег. Кстати, я довольно толстенький получается. Тут я прокачать ничего не могу. Надо. Выходит. Мне один год. Один Л. Это имеется в виду один лет. Да? Мне кажется. Или один. Что? Один Л. Ладно. Давайте мозговую карту. Строительство пирамид. Как этот навык? А, это воображение. То есть можно все-таки. Воображение, по сути, это равно творчество. Человек без воображения творчеством заниматься не сможет. Так что такие дела? Ну и по шкафам лазать тоже хотелось бы уметь. Эмпатия. Полезный навык, безусловно. Но пока я могу прокачивать только телосложение. Что-то я не вижу тут воображения атрибутов. Вообще их нет, смотрите. Не выскакивают. Ну, они в начале были и больше нет. Приходится качать. О, наконец-то. Знания возьмем, пожалуй. Малуй. Правда, знания почему-то здесь не отображаются сверху. Увеличивает. А, не справа. Я понял. Интеллект. Ну и все. Рандомно как-то что-то это прокачал. Давайте речь. Чем раньше я научусь говорить, тем смогу раньше требовать у родителей каких-нибудь вкусняшек там или приставку. Да. Ну, буду попрошайничать. А что бы и нет. Все дети так делают. Особенно в раннем возрасте. Когда они ползают по шкафам и крутятся вокруг своей оси. По мере роста вы будете меняться. Отныне ваши атрибуты имеют бонус роста. Бонус роста будет каждый ход увеличивать ваши атрибуты на определенное значение. О, смотрите-ка, я подрос. Мне два года и волосы появились. А так-то симпатяга растет, да? Ну, прям точно. Ладно, прокачиваем строительство пирамид. Далее приключения или базовые формы. Блин, вот я хочу балансировать. Но надо, наверное, чтобы в каком-то навыке преуспеть и достичь максимальных высот, нужно сконцентрироваться на этом навыке. Мне кажется. Так, ну давай тогда память надо прокачать, потому что надо. У меня у самого в жизни память крайне плохая. Всегда была. Но хотя выпускаю моего альтер-эго Олега, будет память хорошая. Так, ну тут, 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 что? Больше ничего, мозговая карта. Это что, память увеличить. А, надо окружить, да? И тогда что-то я затупил, не прочитал. Ну, допустим, давайте в сторону памяти двигаться. Сработает это или нет? Все, да, нужно было... Надо было просто дойти, не обязательно окружать. Не обязательно было окружать. Ну, как бы телосложение я так и не прокачал. Ладно, пофиг, его не было поблизости, не выскакивало. Я ж не виноват. Строительство пирамид и ходьба. Но это можно пропускать, смело, я думаю. Готово, три года мне уже получается, да? Один ход, это один год. Кубики в вашем распоряжении. Перед вами открываются безграничные возможности. Построить небоскреб, замок или город. Давайте небоскреб. Вы строите высокую башню. Такую высокую, что она касается неба. Выше всего на свете. Пять кубиков в высоту. Это рекорд. Ха-ха-ха. Ну, новый навык, базовые формы. Совсем скоро вам пора будет идти в детский сад. Вас ждут новые испытания. А пока учитесь и тренируйтесь как можно больше. Вы можете посмотреть свой прогресс в окне древа навыков. Или нажав на любой из доступных навыков на панели. Ну-ка. Хм. Ну-у-у. Надо лазанье по шкафам прокачать, я думаю. Плюс прокачать речь было бы неплохо. И прям инды нужно прокачать. Ладно, назад возвращаемся. Так. Ну, лазанье по шкафам. Поиск игрушки и игра на инструменте. Давайте память. Я решил не заниматься творчеством в этой игре. Поэтому не буду торопиться с этим. А чё, погоди. А чё, она тут не появилась? Ладно, пофиг. Мозговая карта тогда. 80 очков извилин. Воображение. Ну, типа, если я собираюсь стать учёным, учёному тоже нужно воображение. Если у тебя есть навыки и знания, но у тебя нет... Это, ну, сухие знания. И у тебя нет воображения. Вряд ли ты сможешь что-то придумать. И открыть, изучить. Потому что, как это работает? Учёный ставит перед собой цель. И движется к этой цели. Находит пути. И способы решения поставленных задач. Которые нужны для достижения цели. А если он не может выдумать себе цель, то, следовательно, и... Ну, открытие сделать он не сможет. Наверное. Ну, наверное. Чисто догадки. Так, а чё я не прокачал тут ничего? Чё-то у меня воображение прямо максимально развито вместо интеллекта. Чё-то я вообще не туда пошёл. Ну... Память тоже нужно будет прокачать. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Лазанья по шкафам улучшим. Ходьба. Речь. Речь. А чё мы речь не прокачиваем? Её нужно прокачать, а она спряталась тут. Ну и ходьба. А то чё-то я... Вроде вырос. Мне уже два года. А ходить не научился. Хе-хе-хе-хе. О! Совсем другой разговор. Опа. Доступны новые навыки. Счёт до 10. Основы садоводства. Изучение алфавита. Теперь вы будете ходить в детский сад. Здесь вы будете проводить своё утро, а после обеда возвращаться домой. С этого момента вам необходимо заботиться о своём душевном здоровье. Чем больше вы расслаблены, тем больше навыков вы можете добавить в свой график. Однако, если вы переутомитесь, вы не сможете изучать ничего нового. И некоторые ячейки графика будут заблокированы. А как можно переутомиться? Я не знаю. А как переутомиться можно? Тут не написано, из-за чего ты переутомляешься. Чем сложнее новые навыки, тем больше эффект они будут на вас оказывать. Каждый добавленный навык немного ухудшает... А, я понял. Когда много навыков, короче, плохо. Если я правильно понял. Чтобы улучшить своё душевное здоровье, вам нужно выделять время на развлечения. Вы можете изучить новые развлекательные активности, выполняя действия. Ну, давай. Ну... Мозаика? Открыто новое развлечение. По-моему, это не очень весело. То есть, чтобы собирать мозаику, тоже нужно мозг напрягать. Лучше бы он, не знаю, войнушку какую-нибудь поиграл. Хотя, фиг знает. Или в приставку. На каждое действие тратятся очки действий. Да, понятно. Так, ну шо, пацан, Олег, чё будем делать с тобой? Я, например, не знаю, чем бы я хотел тебя занять. Ну, давай, наверное, пойдём мозговую карту пооткрываем. Интеллект. Ну, тут его нет. Интеллект есть. Знания пригодятся. Знания. А где интеллект опять? Вот куда? Где интеллект? Как его прокачивать, если его нет? Ноль мозга. Ноль мозга! Где он? Вот где мозг? Его нет просто. Во. А можно мозг прокачать, пожалуйста? Во, спасибо. Меня заставляют воображение качать. Хотя я этого не хочу. Так, ну, алфавит, математика. Возьмём математику. Да, и алфавит возьмём. Почему нет? Так, идти домой. Я не хочу домой пока. Хотя я прокачать больше ничего не могу. Давайте мозаику пособираем. Всё равно заняться-то больше нечем. Во, ну и теперь можно идти домой. Как бы тут всё сделали. Так, а дома... А дома чё? А дома график. Вы можете добавить изученные развлекательные активности в свой график. Не, погоди. У меня как бы ментальное здоровье норм. Поэтому давайте счёт до десяти. Изучать. А чё? А ещё одно выбрать нужно. Навыки. Ну, давай, 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 давай. Счёт до десяти. Четыре раза. О, гений! Маленький гений. Маленький гений. Понятно, да. Мне тоже понятно. Шикарно. Когда мы начнём изобретать что-нибудь? Альтернативные источники энергии, например. Написание цифр и письмо. Доступны новые навыки. По окончанию детского сада и каждой последующей школьной ступени вам предстоит сдать экзамен. Какой нафиг экзамен в школьном детском саду? Какой? Экзамен проверяет ваши знания, поэтому постарайтесь заранее изучить как можно больше навыков. Новое событие. Два хода до экзамена. Вы можете посмотреть свою степень готовности к экзамену и сколько ходов до него осталось. Ваша готовность к экзамену повышается каждый раз, когда вы изучаете, я понял. В каждой новой локации есть свои доступные действия. Ну, понял, хорошо. Тут можно на горке покататься и увеличить здоровье. А тут немножечко интеллект. Прокачать. Ну, наверное, это важнее, по идее. Да. А, ну, смотрите, все связано. Теперь по-другому немного. Забавно. Так, ну что, мозговая карта. Нам нужен интеллект, чтобы написание цифр прокачать. Стопудово это требуется для очки извилин дополнительные. Ха, прикольно, я этого раньше не замечал Так, где опять? Ну давай батю Интеллект Хм, память сдавай Она отстает немного, интеллект Интеллект Скоро получится прокачать Знания Интеллект, максимально интеллект Ну, пока Все идет так, как я бы хотел Давайте, написание цифр возьмем Пожалуй И больше пока ничего нельзя прокачать Не, домой я не пойду, погоди Нужно интеллект еще больше прокачивать Да Завершить, зачем вот мне основы садоводства Вот серьезно Я не собираюсь идти работать фермером Поэтому вряд ли мне это пригодится Цветы на подоконнике выращивать Ну Какие основы, взял цветок, посадил Полил водой и окей Смотрите, чел на панели Ладно, что-то я не туда смотрю Что, готовность к экзамену почти ее нет Идем домой Думаю, можно телек еще смотреть Прикольно Мультики точнее Мозговой карты больше нет Ладно Ну че Изучение алфавита не помешает Сто процентов Написание цифр тоже Пока Тратим много времени на обучение Потому что Тяжело в учении Легко в бою Как говорится Ну Доступны новые навыки Сравнение величин У меня через один ход Экзамен А я Только наполовину готов к этому Сколько нужно? 300 Интеллекта Что значит больше А что значит меньше По-моему По-моему Не нужно быть гением Чтобы понимать Это По-моему Не нужно Хотя в детстве Я не помню Что у меня было в 4 года Может я не понимал Типа что Три яблока Это больше чем одно Хотя по-моему Это очевидно Так Леж Что будем делать? Давай 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 Ну мозговая карта Опять же Нажмите на нейрон Следующей карты Чтобы Бросить мозговую карту И получить много Дополнительных очков Извилин Не понимаю Что это значит Можно нажать Но пока я не вижу Куда нажать Так что давайте Интеллект Воображение Эмпатия Давай Знания 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 Интеллект Интеллект Очки Извилин Сюда Давай Знания Давай Здесь попробуем Ага Память Так 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 Очки Извилин Почему я очки Извилин Не взял Тут Не знаю Ну и интеллект Еще раз А ту штуку Которую мне показали Я так и не понял Где она находится И куда на нее нажимать Ну тем не менее Можно теперь Хотя бы Грамоту изучить Письмо Нужно В жизни Че-че А это точно Пригодится Ну и от нефиг Делать Можно Пособирать Мозаику Чтоб еще больше Интеллект Прокачать Чтобы приблизиться К сравнению Увеличин Остальные навыки Конечно Хуже Но в принципе Я думаю Нормально Домой 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 Телек Посмотреть я не могу Готовность К экзамену Так себе Письмо Ни разу не учили Счет до 10 Давайте И написание цифр Сори, сори, сори Я тут, да, мы тут письмо изучаем Ну, в общем-то, изучили Счет до 10 тоже Написание цифр идет своим чередом Ну, давайте уже ваш экзамен Я, в принципе, готов А, на следующий ход только он будет Ну, можно было бы, наверное, дополнительно еще основы садоводства прокачать Но очков знаний не хватает Но я, опять повторюсь же, оно нам нафиг не надо Давай мозговую карту Вот сюда бы дойти А нет, лучше Лучше не нужно Память? Во, 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 сюда Хе-хе-хе, это полезно Очки из вилин пригодятся Здесь у нас еще знания Знания и интеллект уже 410 единиц, друзья Это же просто офигительно А че здесь в центре? Нет, ничего Ладно, память Знания, интеллект И... и все Но я не хочу качать основы садоводства Не хочу, не хочу Не буду, не буду, не буду, не хочу Буду собирать мозаику Блин, пипец Как можно... как нужно много навыков Чтобы сравнение величин получить Еще где-то 100... 150 надо до сих пор Я думал, че-то интеллект должен был увеличиться Но он че-то... А, он дает одну единицу интеллекта? А, одну всего лишь, а не 10 Но если полностью пройти То получается дадут 10 В принципе, приятный бонус Но я думал, будет лучше Ну ладно Идем домой Дома можно лечь спать прям таки Экзамен Ну я не знаю, а че Я вроде бы прям супер умный Может быть на экзамене будут про садоводство спрашивать Но... Пошли они нафиг Нажимайте на атрибуты, чтобы их собрать Каждое нажатие собирает также все соседние атрибуты того же типа Когда у вас накопится достаточно атрибутов Нажимайте на задание, чтобы выполнить их и повысить свой общий балл Че? А, ну я понял вроде Постарайтесь получить как можно больше очков, чтобы заслужить высшую оценку Помните, что количество ходов ограничено Ну, давай, конечно, вот это возьмем Четыре Можно вот это взять, если они все исчезают Типа это окей И мне бы нечетные числа взять Пять еди... О, вот хорошо, да Берем нечетные числа Сколько ходов у нас осталось? Одиннадцать, да? Ну давай клички для питомцев прокачаем тогда Хочу просто экзамен сдать на хорошую оценку Гласные Ооо, вот это-то отлично просто! Четвероногие Давай Алфавитный порядок бы не помешал нам явно Но мы сдадим на пять баллов Получается Все нормально будет? Счет Пам! Дрестировка питомцев Ба-бам! Я суперумный Посадка саженцев Я это не изучал, но... А, стоп, погоди, это не... А, я думал это уже пять баллов Оказывается, нет Так, произношение бы нам прокачать Хотя фиг знает Пять ходов осталось Я уж что-то расслабился Ну давай Произношение Ммм, ягоды Написание цифр возьмем Очков много остается свободных Можно ягоды взять Дрессировку питомцев Ну и на... А, я точно, наверное, не выйду Два хода остается Ладно Я бы, может быть, по-другому поступил бы Но так или иначе, окей Но можно полив растений Хотя десятку я вряд ли насобираю А я все, я застрял У меня, как бы... Я даже один навык, наверное, не смогу Взять Хотя... Ну давай Ну почти Ну почти Чутка не хватило Мне бы еще буквально два хода Ладно, экзамен закончился Винальная оценка Б Я так понимаю, это четверка Нормально Ну и на этом, друзья Мы с вами, пожалуй, пока остановимся Большое вам спасибо за внимание За просмотр Надеюсь, видосик вам понравился До новых встреч Удачи, пока Счастья вам Покедова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok